Девушки отдыхают В этом году на территории США будут производить по 8,5 миллионов тяговых батарей в год. Сейчас их количество не превышает 200 тысяч. Рывок, который американской промышленности предстоит сделать на этом направлении, по своим масштабам сопоставим с новой промышленной революцией. К выпуску батареи в США необходимо будет привлечь сотни тысяч рабочих. Руководитель американского представительства Volkswagen Скотт Киоу пояснил Рейтерс, что проблему масштабирования производства тяговых батарей в США нужно решать комплексно, привлекая рабочую силу и увеличивая объемы добычи необходимых материалов. По его словам, промышленный сектор Штатов в начале этого века давал работу 17 миллионам американцам, а сейчас их количество не превышает 13 миллионов человек. По мнению экспертов, для усиления роли промышленного производства нужно уделять достаточное внимание подготовке кадров. Электрификация автопарка, по словам представителя Volkswagen, станет для США крупнейшим преобразованием в сфере промышленности за всю историю страны. Продолжим. Microsoft начинает сохранять музыку на кварцевых пластинах для будущих поколений на случай глобальной катастрофы. Судя по пресс-релизу компании, хотя магнитная пленка все еще считается предпочтительной для архивирования информации, она не столь надежда, как носитель из кварца. Подчеркивается, что такие пластины можно запекать, кипятить, царапать, загрязнять, подвергать воздействию электромагнитного излучения и других факторов без потери информации, записанные на стекле. Данные добавляются с помощью лазеров, формирующих в пластине трехмерный мини-рельеф. Для получения информации необходимо использовать поляризованный свет, а машинный алгоритм поможет расшифровать сигнал. По данным организаторов проекта, данные могут храниться много тысяч лет. В 2019 году Microsoft уже успешно закодировала и декодировала оригинальную версию Супермена, принадлежащую Warner Bros. По данным Global Music Vault, в хранилище будет добавляться музыка со всего мира, от Великобритании до Швеции, Африки и Новой Зеландии. В итоге организаторы намерены добавлять десятки петабайт ежегодно. Первый вклад в хранилище, как ожидается, сделают уже в 2023 году. Ну и напоследок новости крипторынка. Против Илона Маска и его компании SpaceX и Tesla подан иск на 258 миллиардов долларов с обвинением в продвижении Dogecoin. Мемную криптовалюту назвали финансовой пирамидой. Как сообщает ресурс Fortune, обвинение утверждает, что Маск и его компании создали незаконную мошенническую схему для взвинчивания цены Dogecoin. Они рассчитывают на то, что иск станет массовым после того, как к нему присоединятся другие инвесторы, потерявшие средства из-за торговли Dogecoin с апреля 2019 года. Истец требует возмещения убытков в размере 258 миллиардов долларов. В дополнение, обвинение требует вынесения судебного запрета на продвижение Маском и его компаниям Dogecoin и объявления торговли Dogecoin рискованным предприятием в соответствии с законодательством США. В четверг цена Dogecoin упала на 67%. Илон Маск неоднократно упоминал Dogecoin в Твиттере, что способствовало росту популярности и, соответственно, стоимости криптовалюты.